Привет всем любителям фокусов! С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас офигенный математический фокус, полностью без ловкости рук, с самой обычной колодой. Вы меня очень часто просите делать именно такие фокусы. Он делается полностью без подготовки, офигенный, обалденный, эффектный, супер невозможное нахождение карты зрителя. Короче, я уже вас достал. Опять же, для показа фокусов обязательно нужно иметь хорошие карты. И в магазине Покер Фест есть огромный выбор игральных карт для фокусов, карт для покера, а также карт Таро. Самые низкие цены по России, помимо этого, еще и от меня вы получаете скидку 10% на любую вашу покупку по промокоду, который вы видите сейчас на экране. Конечно же, ссылка на сам магазин Покер Фест и также промокод будут находиться в описании. Поэтому вы можете смело переходить и закупаться отличными картами именно в этом магазине. Там вы найдете любые стандартные карты. Байсикл, Форниер, Коупэдж, Би, Талихо. В общем, все, что только душе угодно. Поэтому переходите по ссылочке в описании. Итак, для этого фокуса я буду использовать самую обычную колоду карт. Убедись, что все карты разные, все обычные. И давай для начала перемешаем эту колоду. Например, как-нибудь вот так, чтобы точно не было никакого порядка. И также можно подснять колоду несколько раз. И давай ты сам перемешаешь колоду, как хочешь. Отлично. И теперь смотри, твоя задача сейчас поднять маленькую стопочку карт и положить себе в руку. Просто поднимаешь маленькую стопочку, кладешь руку. И тебе нужно просто посчитать, сколько карт ты поднял и запомнить это число. Например, поднял 15 карт, запомнил число 15. Давай. Я отвернусь, просто подними, запомни количество карт. Подровняй, положи куда-нибудь с краю. Отлично. Сейчас я буду показывать тебе карты. Допустим, если у тебя всего лишь одна карта, допустим, ты поднял всего одну, ты запоминаешь, соответственно, первую карту. Если ты поднял две, ты запоминаешь вторую карту. Если поднял три, третью и так далее. То есть смотри, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я покажу вам несколько карт, мало ли сколько ты поднял. Одиннадцать, двенадцать, допустим, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Блин, уже надоедает на самом деле. Двадцать. Двадцать. Ну, надеюсь, ты уже увидел, да, ту карту, которую ты хотел задумать. Давай мы все это дело подровняем. Вот так. И теперь я постараюсь понять, какую карту ты запомнил. Ну, давай попробуем. Это очень долгий будет фокус, но он того стоит. Пока думай о своей карте. Главное, не забудь ее, потому что времени на ее поиск мне нужно достаточно много. Просто пока думай о своей карте. Так. Пол колоды позади. Ну, давай дальше попробуем. Не знаю, что из этого получится. И получится ли вообще. Так, еще меньше карт. Не забудь, главное, свою карту. Просто думай о ней. Давай еще разок. Ой, ну тут совсем прям чуть-чуть осталось, видишь? Осталась всего одна карта. Ты помнишь свою карту? Называй ее. Дама пики. Дама пики. И это именно твоя карта. Дама пики. Сейчас вы посмотрели демонстрацию этого фокуса. Напишите, как вам понравилось, не понравилось. Мне лично этот фокус очень нравится. Огромное количество плюсов. Во-первых, никакой подготовки. Во-вторых, никакой ловкости рук. В-третьих, основные действия по проверке колоды. И практически все происходит в руках зрителя. Даже последнюю часть фокуса можно отдать зрителю колоду карт в руки. Главное, чтобы он был не тупой. И нигде не запутался, не запнулся и так далее. И тогда все получится, все будет супер офигенно. Помимо этого фокуса, также, я думаю, многие из вас хотят выучить фокусы с чтением мыслей. Например, с угадыванием числа, слова. Или, например, номера телефона. Или, например, сделать так, чтобы вы могли прочитать мысли, а потом стереть их из памяти зрителя. В описании есть секретная ссылка. Перейдя по ней, вы узнаете все подробности. Это абсолютно бесплатно. Переходите, пока есть такая возможность. Ну и, конечно же, мы переходим к обучению на этот фокус. Итак, для того, чтобы повторить этот фокус, действительно понадобится самая обычная колода карт. Единственное, это должно быть 52 карты. То есть вы берете стандартную покерную колоду, где 54 карты, и просто убираете двух джокеров. Они вам вообще не нужны. То есть вы используете просто 52 карты. Вы можете повторить этот фокус без подготовки, без каких-то специальных карт и прочего. Итак, колода самая обычная, как я уже сказал. Все карты могут быть перемешаны как вами, так и зрителям. Я очень люблю сначала перемешивать колоду сам. После этого еще подснимать ее. И после этого давать зрителю. И он берет и просто перемешивает карты самым стандартным образом. И это получается максимально честный фокус. Зритель понимает, что колода вообще не подготовлена. А нам подготовка в этой колоде и не нужна. Ваша задача объяснить четко зрителю задачу, что он должен взять и поднять маленькую стопочку карт. В этой стопочке не должно быть больше 20 карт. И тогда фокус спокойно получится в любом случае. Неважно, сколько карт поднимет зритель. То есть объясните, что прям совсем маленькую. То есть покажите это. То есть вы можете даже как пример взять и говорите. Возьми маленькую прям стопочку, положи на руку и посчитай, сколько у тебя карт. То есть объясняйте максимально четко задачу, чтобы потом не получилось, так сказать, неожиданностей в процессе показа фокуса. То есть он поднимает маленькую стопочку. И вы в этот момент вообще без понятия, сколько карт он поднял. Потому что вы даже можете не смотреть в этот момент на то, что происходит на столе. Он поднимает часть карт. Допустим, вот столько. Это вообще без разницы на самом деле, какая стопка. И вы просите его также посчитать количество карт и запомнить это число, которое равно как раз таки количеству карт. И он считает. В этот момент получилось у нас 7 карт, к примеру. Вот. Он понял, что у него 7 карт. Просите его подровнять, положить на стол. Все. Это лежит с его стороны, к примеру. И теперь вы переходите к колоде. Вы разворачиваетесь, так сказать, возвращаетесь к зрителю. Вы не знаете, сколько карт он взял. Вы вообще не знаете никакой информации по сути. И ваша задача объяснить ему следующую систему. Вы объясняете. Если он подснял всего одну карту, он запоминает первую. И вы кладете вот так вот карту. Если он подснял две карты, он запоминает вторую карту. И вы кладете вот так вот прям по одной. Третью карту, если подснял три. Четвертую, если подснял четыре. И так далее. Соответственно, он будет запоминать седьмую карту. То есть здесь у нас четыре, пять, шесть, семь. Вот эту карту он будет запоминать, это дама черви. Если бы он, допустим, подснял восемь карт, соответственно, он бы запоминал следующую карту. Но он запоминает именно вот эту, даму черви. И давайте мы ее перевернем вот так, чтобы мы могли следить за тем, что происходит. Вообще наша задача, пока мы вот так вот листаем, пролистать двадцать одну карту. Это самое важное. Соответственно, у нас здесь уже есть семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Где-то на девятнадцатой карте я делал вид, блин, ну это что-то совсем нудно долго. Двадцать, двадцать один, и все, здесь я останавливаюсь. Соответственно, что у нас получается? Смотрите очень внимательно. У нас колода, вот эта небольшая, да, в ней следующая ситуация. У нас здесь шесть карт. Дальше та карта, которую задумал зритель, правильно? То есть в итоге здесь семь карт. Двадцать один минус семь, сверху у нас четырнадцать карт. И задача этого фокуса, под самый конец, чтобы карта, которую точно задумал зритель, оказалась двадцать второй. Как это происходит? Сверху у нас четырнадцать карт. Зритель взял еще семь. Семь плюс четырнадцать, двадцать один, и следующая карта двадцать вторая. Вот и все. То есть все, что нам нужно после этого сделать. Вот у нас лежат эти карты. Мы их подравниваем и кладем на колоду. И сверху кладем те карты, которые подснял зритель. Если вдруг у вас дотошные зрители, вы можете попросить его самого взять карты, положить на их, чтобы он не подумал, что вы как-то на ощупь там поняли, да, сколько здесь карт. Он сам кладет. После этого все, фокус готов. Карта зрителя. Двадцать вторая в колоде. И дальше фокус получается автоматически. Если вы нигде не запнетесь и сделаете все правильно. Ваша задача начинать от себя. То есть сначала в стопочку от себя, потом на себя. И вот так вот вы идете, пока не кончится колода. Показываю, что происходит. Так как мы перевернули карту, мы можем четко следить, она попадает в нашу стопочку. Пролистываем так до конца. Соответственно и продолжать мы будем с нашей стопочкой. Мы ее поднимаем и снова от себя. Здесь главное нигде не запнуться, не сдать случайно две карты в одну стопку. Как видите, снова карта попала в нашу стопочку. Снова от себя. Как видите, снова она попала в нашу стопочку. Снова от себя. Снова она попала в нашу. От себя. И она одна остается. И это работает при любом раскладе, если зритель в самом начале подснял не больше 20 карт. То есть просите его именно подснять маленькую стопочку. И все, фокус будет работать автоматически. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами, как всегда, был Неро Янг. Поставьте лайк, я думаю, вам не сложно. Фокус классный. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые фокусы. Я стараюсь подбирать что-то более интересное, необычное, классное. И пишите мнение в комментариях. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok